Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале Налюшка Крустич. Сегодня покажу вам новый старт. У нас наступила весна, точнее уже первый месяц возвращается, подходит к концу, но из-за довольно частых поездок мы только буквально пару дней назад вернулись в Москву. Наконец-то, как нам сказали, что мы привезли тепло, на улице ощущается уже весна. Хоть конец марта, но прям уже так потеплело, снег начинает таять, и, соответственно, захотелось начать какой-нибудь процесс такой весенний или сезонный, и хотела вчера выбрать что-то другое, но почему-то прям вот рука потянулась к этому процессу, и я думаю, ну, значит, надо начинать. Это у нас от JustNan, очень такой симпатичный боу-пул, на русский переводится как «Путешествие Леди Скарлетт». Вроде у девочек читала, что это про божью коровку, пока что еще не выдавалось подробностям, думаю, попозже обязательно прочитаю и расскажу. Вот у меня есть под рукой сейчас вот эта первая часть. Вот это, наверное, у нас весна. Получается, что здесь съемка также есть, тем более шмидпэк. Вот как раз мы видим там божью коровку. И белый перламутровый и золотой висер. Такая милота, красота. Опять же, вот не знаю, буду ли я по сезонам вышивать, или если мне пойдет прям легко-легко и быстро, то, может быть, вышью все три части, посмотрим. А сейчас у меня еще в процессе есть Dimensions. Хоть, как я каждый раз говорю, он небольшой, но для меня это довольно кропотливая работа, потому что времени, к сожалению, на вышивку мало-мало можно выделить. Вот, здесь такие красивые птички, просто вот голубые. Спецстежки красивые, месяц такой золотистый, да. Кстати, покажу вам как раз сразу же материалы, которые здесь используют вот этот месяц, и, возможно, где-то еще. Написано вот в ключе, вот этот крейник, 202-й хайластер, четверка, вот он у меня в запасах был, не знаю, где я его использовала, возможно, в сапожках от Justine, он у меня уже где-то использовался. Вот, ну, в принципе, тут остатки есть, и остатков, думаю, хватит. Очень хорошо, когда есть какие-то запасы, не надо долго думать. Вот, подобрала вчера все ниточки GMC. Вот, ну, собственно, тут красивые такие птички вышиваются, я так понимаю, аппетитом. Посмотрим, буду ли я вышивать их аппетитом или мелкокрестиком вышью. Посмотрим. Я не очень люблю аппетит, мне больше нравится, как смотрится, допустим, если вышивать пяти за две нитки или, например, мелкокрестик через одно переплетение в одну ниточку, да, ну, когда как. Иногда мне больше нравится, когда это мелкокрестик. Так, тут у нас замечательные зайчики. Голова и попа зайчика с хвостиком. Вот, видимо, один убегает, второй прибегает. Потом бабочки, цветочки, вот птичка-червячка нашла, да, тут разные букашечки. Божьи коровки ползают, пчелочки какие-то маленькие. Опять же, вот здесь снежинки, или это, может быть, звезды, это, наверное, все-таки звездное небо. Вот, сейчас покажу вам на планшете тогда полностью этот беллпул, как он должен быть в готовом виде. Вот у меня как раз здесь есть. Вот, на сайте JustNan он представлен. Получается, эта схема, точнее, этот беллпул состоит из трех частей. Вот я тут как раз первая часть, которая у меня сейчас под рукой. Потом вот вторая часть. Тут уже кузнечики, тоже разные беллочки, насекомые всякие, лягушки. Вот, ну и третья часть, это такая зимняя. Тут, получается, кусочек дома, елочки. Вот, тут уже, по-моему, это на кардиналы похоже, или это какая-то другая птичка. Вот, кошечка на окошке сидит. А если честно, то вторую и третью часть я пока не покупала. Они у меня с эмбеллитшментом, точнее, у меня их нет. Так же, как я сапожки покупала, схемки, и они у меня без эмбеллитшмента. Вот, поэтому не знаю, буду ли я покупать эти схемы из-за эмбеллитшмента пэка, или, может быть, просто вышью и буду замены делать. Потому что, обратите внимание, здесь вот на двери есть венок. У меня есть венок после поездки. Где же у меня здесь лежит? Вот у меня. Вот, у меня есть венок вот такой вот от Милхил. Очень тоже красивый. Бантик, он прямо прикладывается к венку. Там, не знаю, здесь не видно или видно. Там такая есть выемка на веночке. И вот этот бантик, он прямо в этот веночек вставляется. 12.055 номер. Очень красивый такой трежерс. Я его взяла, потому что он мне понравился в магазине. Даже не знала, для чего я его буду использовать. Ну, подумала, что для какого-то зимнего сюжета, особенно там от Жасне, куда-нибудь он мне пойдет. А тут стала вчера рассматривать. Смотрю венок на дверях. И как раз тоже зелененький. Вышью эту часть и вот посмотрю, если этот венок по размерам будет подходить, и Таня будет громоздко смотреться, то я его сюда использую. Если нет, значит, вышью как положено. Вот эта вот кошка, которая на окне сидит, ну, не знаю, у меня к ней такие двоякие чувства, потому что у меня очень много разных пинов от Жасне. И надо как-нибудь собраться, снять вам обязательно видео про мою коллекцию. Даже вот у меня сейчас здесь на куколке, которую я делала, да, у меня даже на ней уже много всяких пинов, которые, в принципе, вот эту кошечку можно заменить, я не знаю, чем угодно, каким-нибудь любым пином. Вот, даже у меня вот есть, видите, здесь вот такой пин Божья коровка, тоже от Жасне, да, цветочек. Вот. Это, кстати, у меня такая крышечка от шкатулочки. Здесь очень много милхиловских разных треншерсов. Тоже очень нравится эта вышивочка. Вот. И здесь как раз у меня вот Божья коровка и вот Божья коровка пин. Вот. Поэтому, может быть, я буду заменять. Вот. На второй схемке тут у нас из шармиков идет мышка. Но, опять же, есть такой пин-мышка, да, то есть, ну, не знаю, буду ли я покупать именно из эмбельшмент пека схемы. Я не уверена. Бисер такой же, как используется здесь. Сейчас покажу сравнение. Вот, смотрите. Я уже неоднократно показывала. Есть вот этот вот бисер золотой, да, и у меня есть милхиловский бисер. Правда, я в эту коробочку его пересыпала. Я покупала его россыпью. Вот номер 4557, да, и вот он абсолютно идентично подходит. Поэтому, опять же, у меня уже очень много всяких эмбельшмент пеков в других схемах, откуда я могу вот эти вот бисеринки и даже белые, там, золотые просто взять, да, несколько штучек и использовать. Вот. И вот хотела что еще показать. Здесь в этом был пуле такой вот красотой является вот этот был пул сам, на котором закреплена панелька. Он у меня есть. Сейчас я вам его покажу. Пока закрою. Ну ладно, не буду закрывать. Вот. Вот такой вот белпул. Красивая птичка голубая. И, естественно, прямо она мне очень нравится. Мне нравится за белпул. И рада, что она у меня есть оригинальный. И, конечно, вот, наверное, то, что он у меня лежит просто так и не задействован, очень хочется его применить. Вот. Как растут голубые птички. Тоже тут голубая птичка. Вот как раз я достала свои пины. Тоже такие весенние, да, тут тоже голубая птичка. Ну и сейчас вам покажу еще коробочку. У меня тоже голубая птичка. Вы ее, наверное, уже неоднократно видели, но еще раз я покажу в кадре. Она очень милая. Вот эта коробочка. Очередной раз я брала с собой в поездку эту коробочку. Сколько раз я уже зарекалась ее не брать. Очередной раз я ее взяла и очередной раз у меня это гнездо отвалилось. Вот. Я его опять приплеила. В принципе, приплеить несложно. Вот моя коллекция голубых птиц JustNand. Да, они очень все такие разные. Но в то же время они все вместе. А, еще у меня есть голубая птичка на дизайне на шкатулке. Правда, эта шкатулочка у меня сейчас не под рукой. Но тоже обязательно вам ее потом покажу. поэтому голубые птички мне очень эти нравятся. И вот естественно хочу этот белпул. Помимо белпула с птичкой вот этого, есть еще JustNand. Сейчас покажу вам дизайн. Вот этот вот с ульями. Тоже очень красивый, тоже мне нравится. Может быть когда-нибудь я выше в пару этому дизайну, который сейчас будет. И здесь уже другой белпул. Его правда здесь на фотографии не очень хорошо видно. Он в золоте, да, и у него цветная там пчелка, цветные цветочки. Мне пока что удалось купить для него только вот такой вот белпул. Ну, он точно такой же, просто единственное, что он затонирован он в белый цвет. Сейчас у меня двойственное мнение насчет этого полпула, да, с одной стороны он, конечно, под светлый лен, который здесь используется, хорошо подойдет, а с другой стороны мне почему-то хочется его раскрасить. Посмотрим, может быть, куплю акриловые краски, оставлю его белым, просто покрашу вот эти сверху цветочки и пчелку. Мне вроде сказали, что должно лечь хорошо, но не знаю. Вот, либо можно купить прям золотой баллончик, да, и снизу покрасить золотой краской сами соты, ну, и, соответственно, цветным раскрасить эти цветочки. Я не знаю, как это получится и вообще хорошо это будет или нет, но посмотрим. В любом случае попробовать можно, если прям буду смотреть и будет некрасиво смотреться, то всегда можно, наверное, чем-нибудь это оттереть, во всяком случае, прям он чисто белый, ну, не знаю, вот прям не лежит. У него еще есть подвесик, он просто там внизу под подушечкой лежит. Мне вчера как раз доставала, смотрела. Краска, кстати, вот эта белая очень легко облазит, поэтому даже думаю, может быть, и к лучшему будет его перекрасить. Вот, и еще у меня есть вот такой выбыл пул от JustNan с цветочками. Тоже, думаю, может быть, сами цветочки покрасить, потому что я видела, есть они в цветном варианте, правда, под рукой сейчас превью нет, но я думаю, сейчас я его здесь вставлю на экране. Вот, тоже очень красиво, поэтому также сезонные вот здесь и был пулы, да, из трех частей он состоит. Я, правда, сделала скриншоты, чтобы мне было удобнее. Вот, три части, тоже с шармиками, тут петушок, если не ошибаюсь, пчелка и кто-то еще. Петушок, пчелка, по-моему, по-моему, какая-то вот, не знаю, насекомая, типа другой какой-то пчелки или стрекозы, вот. Короче, вот такая вот красотень, и опять же, вот этот пул вышивается на светлой ткани, да, который я вам показывала, вот он, цвет натурального льна. Посмотрим, как я буду их оформлять, однозначно буду вышивать вот в эти панельки, был пул, и, возможно, как-нибудь запечатаю это все в багет. То есть, либо два был пула рядом, либо просто два разных багета, которые будут между собой перекликаться и будут у меня просто, ну, потому что, когда просто одна панелька на стене висит, я даже не знаю, куда ее такую повесить. А если запечатать вот прям вот это все в багет и повесить, то будет, мне кажется, очень красиво. Так, что еще вам хотела показать? К теме вот этих вот вышивальных весенних вещей, да, пока вчера перебирала, думаю, поделюсь обязательно пины, которые у меня под руку попались, такие весенние, да, вот у меня зайчик такой как раз есть, вот здесь на куколке тоже есть еще один зайчик, тут пчелка, много красоты всякой, ежик, бабочка, тут сбоку пины. У меня пока одна кукла, то соответственно у меня не так много куда эти пины воткнуть, я как-то их так хаотично на куколку эти себе повтыкала, в принципе, это же куклы предназначены для того, чтобы на ней были пины, вот, ну и соответственно вот такой вот зайчик тоже весенний, пасхальный и вот такая вот птичка, вот к теме птичек, конечно, вот мне кажется, что вот эта птичка, Робин, да, или как она правильно называется, она очень похожа на вот эту птичку, которая вот здесь вот червячка кушает, по крайней мере серенькая такая, с красной грудкой, ну, очень похожа, не знаю, вот, поэтому может быть какие-то пины я даже попробовать, может быть, заменить там мышку где-то или еще что-то, да, чтобы там больше не покупать и может быть прямо в эти панельки повтыкаю, вместо этих шармей, так, ну и соответственно к теме птичек, вот такая вот у меня есть еще без корню, я не знаю, вроде вам ее не показывала, это лимитка в Silver Needle была, когда был день рождения у них, выпустила Джастин такую лимитированную без корнюшку, у меня, по-моему, две схемы, одна моя, вторая, по-моему, была свободная, не помню, точно, я думаю, что надо провести ревизию какие-то схемы, которые у меня дублируются, или пины дублируются, надо их выставить будет на продажу, ну естественно, это будет не по себе стоимости, да, как я покупала в магазине, а дороже, потому что, соответственно, там всякие доставки, там бывали растаможки, и вот некоторые вещи у меня прям влетали в копейку чисто по доставке, вот, поэтому посмотрим, вот так, вот такая вот птичка, мне кажется, это вот они похожие, похожие, птичка, вот, но тоже очень красивая бескорнюшка, очень красивая здесь сердечко, тут есть, опять же, смотрите, здесь вот есть эти перламутровые бусинки, бисеринки, да, то есть, в принципе, любой мблешник, тот же с ним, бери, примерно по цвету похожий, да, и, соответственно, можно заменять, и вот я думаю, что для этой бескорнюшки эта птичка будет очень хорошо смотреться, как раз тоже тут, вот видите, птички, темненькие, с красной грудкой, кстати, вот к этой бескорню уже от производителя тут шоу лен, два кусочка льна идут в комплекте, тут свайгард, 32 аккаунт, очень, кстати, маленький ключ, вот, поэтому думаю, тоже когда-нибудь ее вышлю обязательно, так, ну, собственно, к теме весенних пинов, вот эти пины, опять же, с птичкой и цветочком я вытащила вот из этого набора, если честно, мне вот этот как-то, я его Пентагоном называю, не знаю, да, Пентагон, вот, и прям каких-то особых эмоций он мне почему-то этот шарик Пентагон не вызывает, вот, но может быть когда-нибудь у меня тоже к нему проснутся какие-то чувства, тоже я его покупала вместе с тканью он у меня шел в наборе, вот с такими пинами они были внутри, ну, и, соответственно, тут им были шмидпэк, бусинки и два вида бисера, вот, кстати, у меня была дилемма, вот взять для моей вот этой вот панельки вот этот лен, кстати, вот такой вот у меня Ален тогда пришел прямо с браком упаковка была, но не стала его возвращать, потому что кусок целый, чистая упаковочка была повреждена, это у нас кашел 28-й каунт, вот, но я думаю, что вот, наверное, на этом буду вышивать, хотя была мысль, может быть, отсюда забрать и вот вышить на такой вот свете, потому что сложно по превью сказать, какой это больше цвет, вот к этому или вот к этому, покупать именно тот цвет, который указан в ключе, ну, я не планирую, потому что у меня очень много разных вот этих вот отрезков ткани, и, если честно, как-то, не знаю, надо расходовать то, что есть, а, кстати, вот эта схемка, которую я покупала, да, с анбелешменфлэком, она у меня шла вместе с кусочком ткани, кусочек ткани как раз-таки вот здесь лежит, вот, если честно, то здесь в ключе указан, сейчас вам скажу, натуральный, короче, вот как-то вот так вот он называется, сейчас сфокусируется, вот, я, если честно, такой не видела, или вот Цвайгард Рау Кэшел Ленин, я, если честно, не знаю этих оттенков, у меня нет образцов, вот, в наборе здесь вот, видимо, кто-то покупал, да, я потому что на ebay покупала эту схему, и сказать, что она прям подходит, ну не знаю, на превью она более серенькая, да, то есть вот этот кусочек, конечно, по цвету больше подходит, вот я в реальности смотрю, этот просто отглаженный, да, этот такой немножко уже мятый, ну не знаю, наверное, все-таки возьму вот такой вот более натуральный лен, и буду его использовать, а этот кусочек у меня для чего-нибудь останется, для какой-нибудь малышки, из корнюшку буду мышку вышивать, по-любому она пригодится, ну и, собственно, у меня есть еще, опять же, из этой серии с божьими коровками и птичками, да, у меня есть вот такая схема, такой шарик со всеми пуговками, со всем, и к нему тоже шел пин в наборе, вот у меня есть пин с божьей коровкой с листиком, такая большая божья коровка, да, а это маленькая божья коровка, вот, если честно, сначала я думала, надо не плодить эти пины, а избавляться, думала, ладно, может быть, продам или еще что-то, а если честно, я такой хомяк, что мне прямо, не знаю, мне жалко с такими вещами расставаться, потому что вот если я буду вышивать этот шарик, то как раз этот пин, он для этого шарика идет, да, а соответственно, вот этот пин, он идет отдельно, то есть, для всего есть свои прикладные вещи, куда это можно реализовать, вот, поэтому тоже у меня такая вот красота, не знаю, когда буду вышивать, мне очень тоже этот шарик нравится, видела отшивая девочек, вот у Юлии Лишенки, в частности, видела этот шарик, прям очень красивый, вот, ну и соответственно, что еще весеннее, хотела вот такую вот начать домик, но думаю, не сейчас, домик с зайчиком, вот, я его уже показываю, просто быстренько покажу, соответственно, это, наверное, все, тут еще используется, вот такой белый, белый перли, восьмерка, тоже у меня, ходовой идет моточек, я его много где использую, вот, поэтому буду вышивать, буду начинать обязательно эту схемку, собственно, вроде бы все, что хотелось сказать, показать, так что подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok